привет всем друзьям из солнечного замечательного штата северная каролина вот подтверждают солнце плюс 11 сегодня по моему да где-то плюс 11 по моему плюс 12 мы все еще болеем болею я болеет паша болеет тимоша все остальные вроде еще пока что держится не болеет но такая у нас болезнь чисто насморк горло немного першит и все температура вроде ни у кого к счастью нету по плану ничего наверное нет вообще вообще никаких планов на сегодня нет может сходим с вами погуляем разберем елку не сильно долго и и конечно разбирать крошечную эту елочку и все вообще наверное больше вообще никаких планов нет будем сидеть в целом дома наверное как хорошо когда на завтрак уже есть что-то вкусненько наши булочки я столько много вчера напекла сегодня еще пару раз чаек попить хватит эти красоточки холодные из холодильника мультики завтрак кто-нибудь любит мультики так же как и я детский сад у меня в одном месте еще видимо играет продолжаю делать зарядку на осанку и не только на санку на руки руки тоже такие вообще слабые слабые и на руки и на все остальные части тела в общем пока что дело не знаю как дальше пойдет у меня обычно приходит такой период увлечения чем-то потом он также быстро как и приходят также быстро и куда-то уходит поэтому нужно это сделать именно вот как правило я читала когда-то книгу про привычки и вот чтобы выработать какую-то полезную либо не полезную привычку но нас беспокоит конечно полезной привычки в общем чтобы ее выработать нужно насколько помнить 14 дней вроде как две недели то есть если ты две недели себя заставляю что-то делать это касается и психологии что-то там допустим говорить себе внушать себе учиться как-то расслабляться но я в общем прорабатывала эту тему по психологии в том числе и потом это входит в такую привычку когда уже не особо тяжело не особо нужно уже себе напоминать и тем более заставлять себя это уже так как на автомате получается поэтому вот 14 дней надо погуглить в 14 дней 14 дней попахать подоставлять потом как по маслу так что работаем не ленимся две недели а потом время будет уже работать на нас сейчас наверное займусь елкой все-таки тем более у нас на этой неделе так потеплело и запахло весной по-настоящему и в общем вообще елку не хочется видеть уже у себя дома единственное что на неделю 5 у нас ночные заморозки минус 1 минус 2 будет но и я думаю что я не захочу уже по любому елку потому что уже февраль месяц куда уже и так дотянули мы настолько долго еще никогда елку себя не держали я смотрю у соседей там веночек висит в окне или у меня уже глюки какие-то возможно и так обычно мы ее разбирали после где-то сторонного года а тут прямо что-то какой-то какой какое-то затяжное такое продолжительное время она у стоит ой тяжело не поднимает собрались на прогулку аккуратно на лифт поедет лифте паша дверь закроешь покушали борщичка и собрались немного погуляем здесь во дворе мы в основном если берем самокат велик то мы напротив дома называем его двором здесь такая парковка большая что не нужно особо далеко куда-то ходить чтобы погулять хорошо валя обещала даже мне покататься дать тоже обещала обещай на камеру мама тоже хочет кататься на самокате погода на сегодня тучи низкие облака но дождика навета не будет едем решили туда проехаться там тоже большая парковка там можно гонять кстати варю мы могли взять мяч а вон же там баскетбольное кольцо или ты не попадаешь там у нас баскетбольное кольцо и можно играть она высокая иду чихаю в общем все кошмар а а вот туда хочу прогуляться не а не туда дальше прогуляться на другой пруд гусей посмотрим с тобой там детский садик я тебе покажу он у нас бибикает в общем папа вчера наш пытался пытался его зарядить а ну и пусть пишет в общем даже зарядный самокат мы купили и он разбирался там 4 скручивал перепробовали все виды заряда которые у нас были в доме и что-то его абсолютно ничего не заряжает как вариант пойдем прямо туда у меня голову да нет я хочу туда пройти пойдем ну ладно давай а ты чё мать старая древняя мы хотим достать в общем батарейку из него и он будет такой легенький я буду на самокате ты мне будешь догонять да ты чё далеко не уеду а кто-то вот так вот выставляет даже не паря здесь и мусорки то нет просто на парковку я просто я просто ну да как мусорка уже мусор туда складывает шкафчик вчера у нас дождь был все расклеилось кстати тут у столешницы как мраморная вынесли хотя бы на мусорку может быть кто и подобрал вот у нас такие парковки здесь здесь такая парковка и там такая парковка и вечером точнее на выходных здесь вообще свободное можно на роликах на чем только на чем только на чем только не пожелали ты не уже заикаешь а вот это вот баскетбольное колечко а вот это ягодки ну да это кустик с ягодками а здесь у нас стул в кустах притаился в общем кто-то понакидывал здесь мебели просто там и возле детских садов гуляют детский сад нам по вам и это я специально медленно веду камеру чтобы башка не кружилась у людей и детский сад нам батю давай детских садика а смертельный номер там ты должна была дождаться жамас петь песню цирка там да так а нет это песня тора и адора давай барабанная дробь а давай гони а а вот это может длинную вот так нет а а а и 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 Блин, газончик люди засрали, люди собаки, точнее собаки, не люди-собаки, а просто собаки, шарики, у кого-то день рождения. В общем, тут не все убирать за собаками, по газонам лучше, конечно, не ходить, хотя везде эти пакетики, главное, столбики, на которых эти пакетики, мусорники, но нет, вот у нас вчера дождь прошел опять, деревья подошли к самому прудику. Вон они, куда подошли они в пруду, Валь, посмотри, вы видите, вот эта дорожка, за деревьями должна быть дорожка, но ее нету, гадость, потому что вода небывалого цвета, она просто как в луже, у нас такой воды просто не было. В прошлый раз она была рыжеватая, но в этот раз просто, потому что глина, потому что земля такая, ужас, не сильно привлекательный вид. Другой пруд такой же, но он нормальный по цвету, странно, конечно, очень странно. Пошли, мы пойдем пить чаек. А, это, по-моему, глубокая, это, по-моему, яма. Ты там можешь перебежать, но ты будешь в яме, а, перебежать? Да. Ну, беги. Вот здесь это. Бери, Форест, беги, бери, Форест, бери. Давай. Муж пробовал, кстати, Форестагам посмотреть на английском, говорит, не пошел. А там тоже он, гуси. А ну туда. Да давай, беги уже. Гуси плавает в луже, ужас. Да беги уже, машины до тебя дела нету. Фантазер. Молодец, да. Аттракцион удался. Понятно. Отключаем камеру, начинаем лупить Вале попу. Валя, ты сказала, перепрыгну. Перебегу. Я не думала, что... А она по луже пробежала. Вот гамнюша. Валь, ты фантазер. Пошли завтра в школу. Ой, а что это капает на ней? Это дождь? Или это ты взбаламутила воду? Пойдем. Все, мы домой. Мы сушиться. Обалдеть. О, вот тут у нас украшено уже. Я хотела показать, кстати. О, любовь к морковь. А здесь вообще интересный дизайн. Странный. Вроде как написано welcome, но ленточка перевязана. Да, очень даже не welcome. Ну и все, больше никаких тут украшений нет. Мы опять в лифт идем. Прокатилась на Валеном велосипеде в самокате и свою ногу немного повредила. У меня колено... А, в лифте нажмешь. Колено такое поврежденное после усиленной физзарядки. Как-то несколько лет назад прям усиленно так тренировалась, повредила себе колено. И теперь чуть что в дальних вот таких походах или когда много хожу, тренируюсь. У меня это колено, под колено и все болит. Вот я же поездила на самокате, этой ногой поотталкивалась так активно и все. Теперь иду как инвалид буквально. Я решила снять елку. Когда пойдем в доллар три, посмотрю, может что-нибудь такое нейтральное, веночек. Не знаю. Муж против венков. Вот венки, я так подозреваю, ему напоминают что-то очень нехорошее. А здесь же это спокойно. Здесь же это так, как это сказать, культурная традиция. Традиция вешать вот эти венки на двери себе. А он говорит, не хочу венок. Я хотела еще венки покупать, когда был Новый год, Рождество. Думала, веночки повешу. А ему не нравятся они. Так, все. Одной рукой, конечно, это мазохизм снимать елку. Все, до свидания, Новый год. Еще и пойду сейчас елку нашу разбирать заодно. Купила себе, наконец-таки, плед нам в спальню с мужем. Но вот такой. В общем, он оказался слишком темный для нашей спальни. Я думаю, может, в будущем разнообразить его какими-нибудь подушками. Мы сюда, кстати, головой спим, как видно. Потому что у нас там часто бегали муравьи по стенке. И плюс окон поддувало. И мы додвинули кровать и сюда улеглись. Вот. Ну, как-то так. Я думала, он будет, в общем, более такой светлый. И как-то не сообразила, что он будет настолько комнату делать темной. А когда темно за окном, то он вообще становится таким мрачненьким. Но зато он мягкий. Мягкий такой, велюровый. В нем все валяются. Поэтому он все время вот такой. Пожарка, да и помятый. Со следами тех, кто на нем бегал, скакал. Да здесь у нас Тимушек сидит. Поэтому у него там рюкзак. Всякие вещи. Здесь у нас готовится банальнейший хлеб. Опять доели все. Банальнейший, потому что всегда отойдут этой бетономешалки. Потому что готовлю по вообще такому простецкому рецепту. Без изысков. То есть на воде. Вода, мука, растительное масло, дрожжи и все. Соль, сахар. Ну, можно, конечно, как-то извращаться. Добавлять какие-то там супер добавки. Молоко кто-то добавляет. Еще там что-то закваски. Ну, поскольку я его пеку каждые два дня. В общем, не до извращений. Такой рецепт базовый. Он всегда заходит у нас хорошо, на ура. Как такой советский кирпичик, булочка хлеба. Вкусненькая. Так что не хочется ничего думать. И у меня дети настолько придирчивые, что вот какое-нибудь семечко там тмина, семечко кунжута, что-нибудь такое укропа попадется. Все. Мы когда были в фудбанке, нам же дали тонну хлеба. И там в основном был такой хлеб с оливковым маслом, с семенами тмина, с семенами укропа. Ну, в общем, какой-то супер изысканный хлеб. Ну, как изысканный. Для кого-то изысканный, а для моих детей вообще ни разу не изысканный. Потому что его ни с нутеллой, допустим, не поешь, ни с вареньем. Его только с супом, с борщом. В общем, никому такое вообще у нас не заходит. КОНЕЦ А этот кусок у меня не разобрался. В общем, я тащила-тащила вот эти вот штуки из подставки. Никак. Теперь у нас дожидается папа вот такая вот елочка. Чем не елочка? Кусок от елки. А остальное разобрала. Теперь такой угол, конечно, вообще неуютный, такой некрасивый. Теперь привыкли мы, что тут что-то стоит. Сюда можно, знаете, что цветок. Цветок хочу. Большой цветок. У нас в России было несколько фикусов. Штуки три. Два или три больших. Один точно вот прямо вот на этот угол. Огроменный фикус. Два поменьше и еще там несколько. В общем, они у нас расплодились. Причем у старшего фикуса самого большого было имя. Звали его не иначе, как Артем. Потому что муж его подарил, когда родился Артем. Старший. То есть ему было... Вот Артему 17 лет будет в мае. Вот ему было... Было бы тоже 17 лет в этом году. Оставили мы его в доме. Я надеюсь, за ним там ухаживает нормально. Потому что я думаю у нас так и остался в Ростове. Вот. И все наши цветы там тоже остались. Жалко. Жалко, конечно. У нас тут открылась русская школа на дому. Это, конечно, школа России. Первый класс. Мы начали с самого-самого начала. Хотя, я напомню, мы летом пытались заниматься. Но мы ездили, отдыхали. В общем, так. С переменным успехом занимались. Поэтому у нас... Вот русская школа. Мама, настоящая П тебе нравится. О май. Вот здесь. Вот здесь. Это П. Казалось бы, не надо снимать такое. Маль, что это за кривульки? Американские дети пишут как курица лапой. Мы и не русские, и не американские. Мы не знаю, какие мы. Я имею в виду по знаниям. Давай дальше продлевай крючочки. Видишь, какие крючочки должны быть красивые? Вот такой. Вот как тут. Как самый первый. И видишь направление? Снизу вверх. Не хочу. Потому что получилось так, что ее учили-учили выписывать все эти крючочки за корючки. Сюда приехала, и они пишут цифры как хотят, буквы как хотят. И она пишет буквы иногда снизу. И вот букву Е она пишет с самого низа. А как? Не так, как. Но Е пишется сверху. Я же тебе вчера даже показывала. Я тебе вчера говорю, Валь, ты как пишешь Е? Нормально я пишу. Я имею в виду английскую И. Как я пишу. Вот это. И английскую. Как и английская обоя, ты знаешь? Вот. Подожди-ка. Покажи. Ну, и в результате, видишь, она у тебя недоверчена. Недоверчена, конечно. Ну, конечно, недоверчена. Если бы ты начала нормально писать ее, то она бы докрутилась. Вот тебе. Я что-то к вечеру так расчихалась. Просто кошмар. Все-таки так разваливаюсь. Разваливаюсь, правильнее будет сказать. Это я показываю наш ужин. У нас ужин такой простой. У нас спагетти. У нас... Что это такое? Как это блюдо называть? Это мясо с овощами, курица, грибы. Это что я вчера готовила. И сейчас покромсаю быстрый такой салатик из капусты. Я вот что-то забываю огурцы все время покупать. Уже давно не покупала их. Покупаю все время помидоры, перцы. Вообще у меня все время в холодильнике есть. Благо они такие тут, ну, прикольные. Мне они тут нравятся. Они маленькие. Кстати, смотрю, что-то зеленоватый. Он в такой расцветке зеленоватый, наверное. Они такие маленькие. Их можно и в хвост, и в гриву, и в борщ, и в суп, и в салат, и куда угодно. И что? И что? И про что это я? Вот видите, я разваливаюсь. Мне даже речь окончательно разваливается. Вот, короче, сейчас сообразим салатик быстрый. Поужинаем. У нас еще есть булочки на ужин. Каждому по булочке еще достанется. По синобончику. Так что мы хорошо отужинаем с детьми. Муж на работе, на улице. На улице то солнце, но повисли такие тучи. Какие-то такие прям тяжелые, дождевые. Плохо видно. Уже рассеялись. Пришла показать, и они рассеялись. Ну и ладно. А кто это, ты знаешь? Диплодокус. Он написан на диплодокус. Диплодокус. Это вы раскопки делали, да? Это то, что я рассказывала. Такой этот кусок, да? Как камня. Ну, как камень, да? Его так истучать надо было, да? Да, такие вина были. И внутри он. Да, такие кисточки. И там, ну, типа вот кисточка. Ну, я поняла, поняла. Там была лучшая штука. И мы ее так околявлили. У меня сначала ничего не получилось. Потом у меня в гостей царю. Где твои буквы Ч? Ты что, Ч растерял опять по дороге? А вот это семья жила под мной. А вот это конфеты, что это? Это... Угощенница? Хорошо. А тебе две. За что? Потому что ты хороша. Потому что ты просто Валя. Поэтому тебе дали. На, собирай. Сейчас мы будем ужинать. Это я выставила опять клюкву. И вот один инжир остался. Клюква. Тут изюм. В основном тут клюква. Сейчас. Сейчас вот приболели. Думаю, может кто-то будет лопать ее. Поэтому поставила, но видное место. Представляете, у меня тут практически авария. Оп. В общем, за малым не сбежало мое хлебное тесто. Сегодня день хлеба очередной. Теперь подошло. Пока мы ужинали, оно переподошло. Этой формы подготовила. Ого. Это не кляма. Вот здесь. Это не кляма. Ладно. Валька совмещает у нас приятное и полезное. Не знаю, что из этого приятное. Что полезно. В общем, она делает поделки. И смотрит. Что ты смотришь, Валь? Это Риля А4. Нет, это реклама. Реклама. В общем, делает два дела сразу. У нас уже темень, поэтому... Ого! У меня фонарик на телефоне включился. В результате окно, конечно, у нас... Так себе. И меня видно в отражениях. Всем привет! Сейчас такая интересная ситуация произошла. Я даже немного растерялась. В общем, слышу, как кто-то стучится. Думаю, то ли стучится в дверь, то ли не стучится в дверь. У нас... Дело в том, что полчаса назад кто-то стучался в потолок. Но у нас тихо. У нас дети все заняты. Я показывала Валя в творчестве. Паша тоже практически в творчестве. Но неважно. И так тихонечко-тихонечко, такое деликатное постукивание в дверь. Ну, я пошла в глазок, смотрю, стоит женщина. Открываю. Женщина с такой крупной собачкой по колено стоит. И такая бла-бла-бла-бла-бла. И показывает мне туда, внутрь моих апартаментов. То есть туда, в коридор. Я такая, ааа... Она такая опять бла-бла-бла-бла-бла, опять туда. Я такая дверь пошире раскрыла. Смотрю назад, думаю, что ей надо вообще. А у нас там дело в том, что в коридоре стоит сборище коробок, которые мы выгрузили из машины. Когда уезжали в Чикаго, в общем, чистили машину от всякого там мусора, кресел летних и так далее. В общем, стоит там. Я думаю, что ли ей коробки какие-то нужны. Или думаю, что... Ну, в общем, чем-то она возмущена. Вот. Короче, с третьего раза буквально я наконец-таки расслышала. The key. Кстати, а не key. Это множественное число. Надо погуглить. Наверное, key. Ну, то есть ключи. Is of the door. Ключи в дверях. Короче, смотрю, с другой стороны дверей торчат мои ключи. Есть кто дома вообще? Мы с Валей же ходили гулять, и я дверь открыла, благополучно зашла. Со мной случалось такое. Однажды или дважды. Надеюсь, муж не будет смотреть это видео. Дети, наверное, настучат, потому что я детям уже рассказала, какая ситуация со мной приключилась. В общем, вот так. Спасибо. Спасибо этой замечательной женщине-девушке, что вот так вот нас предупредила. А то бы мы, по идее, кто-то вот так выткнуть и воспользоваться ключами. Но тут говорят вообще, вот эти замки все, они такие дурацкие во всех вот этих апартаментах. Они совершенно не защищены от взлома. От взлома мало, наверное, что может помочь. Но вот эти вот замки, они вообще просто дурацкие. Поэтому у многих мы вот ходили по этажам, свали, когда едем гулять, на лифте спускаемся, проходим. В общем, у многих стоят вот такие звонки с камерой, слежения. То есть люди отслеживают. Возможно, я даже не знаю, были ли здесь случаи воровства конкретно в наших апартаментах. Но я заметила. Раньше даже не замечала. После того, как мы поставили, я смотрю, и через дверь у соседей висит этот звонок-камера. Он как-то называется, я уже забыла, как-то он правильно называется, этот звонок. Пошла быстренько по горячим следам, как говорится, нагуглила. В общем, keys, во-первых, are in the door. Вот так будет. То есть key, они имеют единственную форму, что логично, ключ же бывает. Не знаю, у меня просто блокировка вообще всего возникает. Keys, ключи, ключи. Keys are in the door. Are это, ну, короче, я не буду давать урок английского языка от тапочка, который, видите, вот так теряется. А это, кстати, я взяла. Сейчас буду заполнять. Это, в общем, у них запланирован в средней школе у будущих девятиклассников. Как это, Тимофей, trip в этот high school визит для ознакомления. Тур такой по школе им дадут. Не знаю, с учителями не будут общаться там или что они там вообще будут делать. В общем, будут их готовить к взрослой жизни, так сказать. Причем, смотрите, 22 февраля. А 22 февраля, это важная для меня дата. 22 февраля я стану старше ровно на год. Вот так. Поэтому мне бросилась в глаза моя знакомая дата. Так что я сейчас заполню, и Тимошек в феврале поедет ознакомиться с high school. Теперь я опасаюсь, как бы Паша совсем не скис. Останется в следующем году один в этой средней школе. Валя к нему еще не скоро присоединится. А я еще до пятого класса ходить в элементаре. А Тимофей будет ходить уже с Артемом в high school ездить. Ужас. В 6 утра. В 6 утра. В 5 утра надо вставать, чтобы в 6 утра, в 6.15, усесться на автобус. Жуть. Издевается над детьми. Не знаю, зачем они так сделали. Ужасное просто ужасающее расписание. Продолжение следует.